Буги-буги 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 Мы любим Буги-Буги Мы любим Буги-Буги Добрый вечер, Москва! Добрый вечер, уважаемые зрители этого центра! Человек-легенда, сценарист старой формации, как он называет себя сам. И при этом один из создателей самых ярких и самых обсуждаемых фильмов последних лет. У нас в гостях автор сценария к фильму «Стеляги» Юрий Коротков. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Вот расскажите нам, что такое слово «Стеляги» вообще? Что это за понятие? Расшифруйте. Сами называли себя не «Стелягами», а «Штатниками», как вы уже сказали. «Стеляги» — это слово придумал журнал «Крокодил», юмористический, коммунистический журнал, чтобы их опозорить. И сыграл им на руку, потому что под словом «Стеляги» они дошли до сегодняшних времен. Вот самое удивительное, что «Стеляги» появились еще во времена Сталина, представляете? Еще существовало страшные времена, когда люди боялись не то что говорить, а думать. И вдруг появились вот эти пестрые люди с коками в дудочках, которые выходили из дома и шли по улице, по которым перла одноцветная толпа в синих китайских костюмах. А вот конкретные места в Москве, где собирались «Стеляги»? Те, у кого были носки в синюю полоску, они сидели на площади Пушкина. А те, у кого были оранжевые носки, я не помню, они сидели туда ближе к Большому театру. Почему-то было такое разделение, это были разные команды. Надо сказать, что задача любого «Стеляги» была попасть на Бродвей, то есть на участок Тверской улицы от площади Пушкина до Центрального телеграфа, потому что на этом пятачке «Стеляг» не трогали. Там каждый второй был КГБшник. Их там пасли. И удобнее всегда держать инакомыслящих в одном месте. Поэтому их там не трогали. А вот добраться до туда, вот герой мой, которого сыграл Антон Шагин, Мелс, в «Стелягах», «Стеляги» поражаются, что он приехал в «Стеляжной одежде», потому что это надо было выдержать страшные испытания, косые взгляды, я не лягу под «Стелягу», плевки в спину и так далее, и так далее. — Судьба «Стеляг» в общем была трагична многих. Некоторые из них замечательно дожили до наших дней. Ну, известно, что Юлиан Семенов был наш детективчик «Стелягой». Морягин — народный артист, режиссер замечательный был «Стелягой». Генерал милиции Хруцкий был записным «Стелягой». — Генерал милиции. — Потом стал генералом, наверное. — Сначала «Стелягой» вырос в «Генерала». Он познакомился, будучи «Стелягой», познакомился близко с милицией, и потом сам стал генералом. А многие люди так и сгинули в местах не столь отдаленных, просто за то, что они надевали другую одежду и делали себе другие прически. — И хотели быть не такими, как все. — Хотели быть не в толпе. — А сейчас хочется поинтересоваться у нашего стилиста Евгения Трефилова, готовы ли наши модели. Он нам показывает знак «Да». — Знак «Вот так». — Совпадает это с тем образом? — Думаю, что «Да». Это верный волчий билет и исключение из института. — Понимаете, что вам теперь грозит? Надо искать свободу. А он готов искать свободу. — Виктория, ну и как вам впечатление? — Мне понравилось. — Вы готовы так экспериментировать и быть такой каждый день? — Нет, я думаю, не готова. Настолько нет. — Иван, просто на самом деле это страшные жертвы, это ужасные жертвы. Это ломанные волосы, это залитый лаком. А еще, к всему прочему, женщины в то время подкладывали туда, вовнутрь, в консервную банку. Затягивали ее волосами. И потом заливали все это лаком, потом с трудом все это вычесывали, расчесывали. Ходили, по-моему, неделю с такой встречи. — Очень точная французская поговорка. «Puretterbelle il fossofrir». Для того, чтобы быть красивым, надо страдать. Так что уж пострадайте ради красоты такой неземной. — Женя хочет дополнить образ Виктории. Сейчас он делает что-то, мастерит своими руками с галстуком. А Виктория в этот момент сказала мне, что, говорит, мне жалко волосы. Как я ее понимаю? — Это появилось уже гораздо больше. — Сейчас страна любуется вашей прической. — Это уже пошло в 60-е, то есть это был переход в 60-м. — Евгений, браво, спасибо вам большое за ваше высокое искусство. — Спасибо вам большое. — Спасибо, Женя, спасибо, Виктория, спасибо, Павел. — Вот за это время рок-н-ролл изменился? — Со времен стиляк? — Ну, конечно, с тех времен 50-х. — Катастрофия полностью изменилась, потому что у нас вообще была очень тяжелая с Валерой ситуация, когда был написан сценарий, были отобраны актеры, и вдруг выяснилось, что у нас нет музыки. Потому что музыка рок-н-ролл 50-х годов, он нам не интересен. — Скованные одной цепью оказались интересны. И просто картина остановилась на полгода и была на грани закрытия, пока вдруг Женя Маргулис не принес такую мысль сделать рок-н-роллные чистые аранжировки роковых песен русского рока «Начало перестройки». — Что главное в русском роке «Начало перестройки» — это бешеная энергия пробивания, бешеная энергетика. И после этого стало понятно, что картину многие воспримут в штыки, но она будет драйвовая, там будет драйвовая музыка, и там будет энергия, которая была во времена стиляк. — Юрий, а ведь многие песни запрещали, и в частности «Черный кот». Почему это происходило? — «Черный кот» — это пережиток старых верований, это, о господи, как это называется-то? — Суеверия. — Суеверия, да, суеверия, которых у советского человека быть не должно. На сцене режиссера сценарист кинофильма «Москва. Любовь моя», истинный поклонник творчества Чака Берри и Элвиса Пресли — Джем Шерикс! Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Москва» Субтитры создавал DimaTorzok